Приветствую вас, друзья! И этим уроком я открываю серию «Как изменять цвета Photoshop». Демонстрировать приемы я буду на фотоисходнике фотографа Алекс Горски. Его вы наблюдаете слева. И какие изменения произойдут с данным фото, вы можете видеть на картинке справа. В этом первом уроке мы для глобального изменения цветов и оттенков фона воспользуемся материалами, пресетами и экшенами из моего набора «Скинтон». И данный урок, друзья, был записан по просьбе покупателей данного набора, когда они обратились ко мне с вопросом, можно ли как-то применять данный набор, помимо коррекции тона кожи. Ну и давайте обратимся к этому первому уроку и узнаем ответ на данный вопрос. Как я уже сказала, в этом уроке мы будем пользоваться набором «Скинтон». И, конечно, в первоначальной подготовке изображения в камере RAW не обойдется без пресетов из данного набора. И вот этот пресет под номером 13 применим в данной обработке. Проведем небольшую техническую ретушь фона и модели. Работать будем на дубликате слоя, делаем его и выбираю инструмент «Заплатка» для данной работы. На очереди ретушь. Первый этап – это сглаживание дефектов. Воспользуемся экшеном из набора «Скинтон». Экшен так и называется – «Дефект удаления». Данный экшен меня больше всего интересует в связи с удалением вот этой пятнистости на ноге нашей модели. Рисую по маске, по черной маске, кисточкой, круглой, мягкой, стандартной, белого цвета. Продолжаем техническую ретушь. Делаем композитный слой с сочетанием данных клавиш и обращаемся опять к экшенам. Теперь применим операцию под названием «Ретушь 3». В итоге вновь получаем группу слоев, закрытых черной маской. Также берем инструмент «Кисть», мягкую, стандартную, цвет переднего плана – белый. И проходимся по коже модели. На очереди коррекция тона кожи. Также обратимся к экшену. Используем операцию «База тон». Снова, друзья, группа из слоев, закрытая черной маской. Что делать, мы уже с вами знаем. Выбираем инструмент «Кисточка», мягкая, круглая, стандартная, белый цвет для нее берем. И проходимся по маске, рисуем по коже, проявляя красивый оттенок кожи. Далее поработаем в пространстве «СМИК». Также с помощью экшена перенесем наше изображение в обозначенное пространство. И сразу же, следом друг за дружкой, по очереди запускаем два экшена из той же группы «СМИК». Встаем на маску смарт-фильтров, выбираем кисточку, мягкую, стандартную, круглую, цвет переднего плана. Обращаю ваше внимание, друзья, уже черный. И добавляем объем на фон. Притемняем участки фона, тем самым добавляем объем и глубину на изображение. И отрегулируем непрозрачность слоя «СМИК-С1». И запустим последнюю операцию, которую мы применим в пространстве «СМИК». Она повышает резкость изображения. Все, наша работа в пространстве «СМИК» закончена. И с помощью специальной операции переносим изображение из пространства «СМИК» в наш рабочий документ. В режим RGB. Выделим модель и продолжим разделение изображения на планы. Воспользуемся корректирующим слоем «Градиентная заливка». Режим наложения ему поставим «Умножение». Вновь откроем окно редактирования градиента. Настроим угол в зависимости от падения света на нашем изображении. И далее поработаем непосредственно с самим градиентом. Подберем подходящий к нашему изображению. Я использовала программный градиент из группы «Фотографическое тонирование». По маске буду дорабатывать данный корректирующий слой. Конечно, градиент полностью вытру с модели и с той стороны, где падает свет. Нижнюю и левую часть изображения я оставлю притемненными. Данный корректирующий слой в данном режиме наложения и умножения будет выполнять у нас роль и некой виньетки, и в то же время разделять изображение на планы. Теперь добавим световой эффект, усилим тот цвет на изображении, который у нас уже имеется. Будем рисовать его на новом слое в режиме наложения «Экран». И рисовать, соответственно, будем в правом верхнем углу. Нажим кисточки совсем маленький, ставим точечку, постепенно увеличивая нажим кисти, увеличиваем силу и яркость светового эффекта. Деформируем световой эффект, вытянем его. Включаем маску на наш нарисованный свет, черную кисточку выбираем, с небольшой непрозрачностью корректируем данный световой эффект на модели и снижаем данному слою непрозрачность. Посмотрим изменения на данном этапе. И мне не нравится много синих оттенков на том, что в принципе должно быть белым. В частности, страницы книги. Цветовой тон насыщенность, корректирующий слой открываем. Определяем цвет, который хотим поменять. Ползунками корректируем его. На всем изображении удаление циановых оттенков нам совершенно не нужно. Редактируем по маске, делая белыми лишь те элементы, которые мы и хотели. Ну а вот как вариант, да, оставить не только страницы книги белыми, но и рубашку модели тоже, а также более нежными, некоторые участки на фоне изображения. В данном уроке, друзья, я показала, как изменять можно цвета на изображении с помощью автоматических функций, да, экшенов и пресетов. Я планирую выпустить еще несколько уроков по изменению цвета на изображении, где мы будем рассматривать уже ручные способы, как менять, как манипулировать цветами на изображении. А на этом данный урок подошел к своему завершению. Надеюсь, полезные приемы из этого урока почерпнули не только покупатели моего набора по скинтону. Друзья, буду вам очень признательна за отзывы, и если поделитесь информацией о нашем сайте, о нашем канале со своими коллегами и друзьями. И всего доброго вам, и до новых встреч!